В секцию карате Петра записал отец. Первые несколько лет спортивные шаги давались с трудом, но сдаваться мальчик не стал. Помогло как желание стоять в одном ряду с лучшими спортсменами, так и поддержка близких. Началось получаться, когда я больше стал заниматься. Папа меня тоже заставлял. То есть не только я, а еще родители мне помогали добиться таких успехов. В свои 13 лет каратист носит уже коричневый пояс. Это высшая ученическая ступень в карате. Дальше только степень мастера. Но наш герой и не думает зазнаваться и хвастать. Он все такой же дружелюбный парень. И друзья это подтвердят. Мы с ним знакомы очень давно, как пришли на тренировки. И он занимает постоянно первые места. Мы его поддерживаем. И он помогает нам. Хорошо общаемся, гуляем. Так что он очень хороший, общительный. То есть не зазвиделся. Но свободного времени у каратиста не так много. Если не спорт, так учеба. Зато амбиций хоть отбавляй. Я по-любому планирую развивать свою жизнь со спортом. Как мне это удается, у меня получается сделать. В мае месяце будет первенство Европы. Мы подали заявку на включение его в сборную. Команду первенства Европы 2016, который поедет в Болгарии. Надеемся, что он отберется. Пока удача сопутствует бойцу. Будем верить, что так продолжится и впредь. Такие спортсмены, как Петр Листопад, лишний повод гордиться не только родным районом, но и нашей страной. Александр Шишов и я, Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ. Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.